друзья всем привет мы короче приехали в деревню вот и сейчас будем жарить шашлыки отец костер раз это разжег есть такое вот поверье что если с одной спички разжигаешь то значит девушки любят он разжег короче с одной спички значит девушки его еще любят вот смотрите какой костерочек друзья сейчас разгорается сейчас будем жарить смотрите я вот как бомж оделся такой курточки деревенской видите старой порванной ну деревне можно себе позволить здесь здесь мы сами себе хозяева нет тут командиров тут полная свобода как хотим так и одеваемся что хотим то и делаем да по кайфуем живем наслаждаемся жизнь пофигу нам все вот смотрите друзья тут дровишки какие демонстрации шести у них свой мир у нас свой какая красота друзья скажи пару слов каких-нибудь шашлык это кайф и погода друзья на улице такая нормально ну как бы ветер прохладный но в принципе и возле костра тепло и уже пошел да и видите у нас вот такой мангал стационарные кирпичные именно такой основательный там внутри все печка да внутри еще печка и вот мы это когда костер разжигаешь и возле этого мангала стоишь и прям тепло вот и тут как бы вот такая вот беседка но вверху видите накрытой по бокам стены она как бы нормально не продувает хорошо когда хочешь пиццу печки делаешь по итальянской технологии на когда у нас стоит вот друзья смотрите в какой простецкой деревенской одежде и отец так одет и я кайфую да а чем еще хорошо вот так вот сделано что там внутри печка когда печку разжигаешь потом в угле эти выгребаешь сюда и начинаешь шашлык жарить и печку там растопил кидай там будешь картошку пиццу а этот уголь сюда из печки выгребаешь очень удобная вещь универсальность и вот запах дымка друзья и вот я прям обожаю когда костерочек дрова запах дымка это вообще прям кайф наслаждение я прям наслаждаюсь все таки вот в деревне это классно друзья даже зимой классно не только летом сегодня кстати последний день зимы сегодня у нас 29 февраля завтра уже 1 марта уже начало весной скоро еще будет теплышко классно будем с батя карасиков ловить надо половить нам как-нибудь это ну когда я приеду жизнь москвы да да как раз потеплеет они караси все вылипа вырезали да и половинка рассказывался прошлом году а я слышишь с оксана когда покупал карпов ну таких здоровых карпов короче два карпа больше пяти килограмм большие я думал может два тебе запустить а потом думаю блять сейчас деньги потрачу их запущу блять и их опять кто-то выловит был а так вот такие здоровые уже знаешь уже с икрой если бы они расплодились тут бы карпов был уже сейчас не надо запускать середине середине мая а тогда я запускал как раз именно в конце февраля в марте и они выжили лед еще был ну как он полуптайл такой и выжили но тебе же этот же сказал что он их вывалил значит получается они выжили это два карпа получается 7 килограмм но это вообще огромное они взвешивали три с половиной моих карпов сожрали так а что вот и ну реально допустим весной чего откладывать там мальков покупать ты запустил двух карпов с икрой двух-трех они размножиться блин тут у тебя карпа будет полно в пруду мальки пока вырастут а эти же вообще быстро будут продают но 200 250 грамм и он уже в сентябре пол килограмма должен иметь а некоторые если ты покрупнее мальков не такие мелкие мальки такие да они не успевают а которые подросшенные и уже это осенью у тебя будут и по два килограмма но по 2 нет конечно килограмм пока смотри их надо потом как зиме вылавливать или можно оставлять на зиму или надо вылавливать надо потому что тут замерзнут на вода уходит а весну опять запускать новую дуны тут если вода бы не уходила она же ты же видишь за лето как уходит или все время надо подкачивать свежую воду бить эти лунки и тогда можно круглый год да и круглый год было бы нормально да они там плодились бы размножали но это уже работа ну так это стоит того компрессор в надо подогнать периодически включаешь его и он гонит туда кислород в воду но если хочешь чтоб все было нормально так они могут это задохнуться в один прекрасный день если хорошая зима и нет там доступа кислорода потом сплывут брюхом кверху потом вот друзья так что в деревне офигенно вообще всем советую приезжать в деревню отдыхать жарить шашлыки балдеть наслаждаться кайфовать и все остальное дабы план друзья потом еще и сниму для вас попозже еще чего-нибудь короче до скорой встречи друзья увидимся